ребята всем привет сегодня я нарисую новогодний рисунок он подойдет как для школы так и для детского сада но в детский сад я думаю это будет уже сложновато все-таки в школу можно нарисовать либо помочь ребенку нарисовать рисунок в садик это будет банка в которой будет изображено пейзаж зимний достаточно простой с домиком с елками в общем смотрите и повторяйте за мной начинаем рисовать сначала простым карандашом отмечаем линии центра и от центра отмечаем размер нашей баночки плюс-минус можете рисовать ее побольше можете рисовать поменьше угол и баночки я закругляю чтобы они были чтобы баночка была более округлая вот и полностью обвожу делаю контур баночки и так все лишние дополнительные линии которые мы рисовали можно стирать резиночкой обязательно начинаете рисовать простым карандашом потому что с первого раза может не получиться и это нормально пробуйте еще еще если вдруг у вас не получается потому что вы же учитесь с первого раза не не получается как правило вот дальше я рисую у баночки горлышко и крышку и так далее и так далее и так далее итак смотрите теперь я сделаю толщинку это толщина стекла баночки то есть я провожу вторую линию вдоль все всего контура баночки все лишние линии стираем сразу же резиночкой ну и сейчас мы начинаем рисовать уже наш пейзаж внутри баночки первым делом мы рисуем линию горизонта как бы линию до на которой у нас будет находиться уже домик елочки и все остальное смотрите домик мы нарисовали теперь наметим окошки на боковой части домика будет два окошка на лицевой части будет одно окошко большое окошки мы нарисовали и теперь разделим такими полосочками домик на бревнышки так чтобы было видно что у нас домик деревянный домик готов теперь начнем рисовать на заднем фоне елочки и я покажу как нарисовать их достаточно просто они будут такие силуэтные простые елочки я думаю каждого из вас получится просто могу такие же нормально но слова это я просто г savage Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детские акварельные краски, которые продаются в любом магазине, я думаю, у каждого из вас есть. Ими тоже все получится. И смотрите, первым делом я просто водичкой закрасила снег, который у нас перед домиком. А потом синеньким цветом или голубеньким, очень бледненько начинают добавлять цвет. И у нас водичка разбавляет цвет и получается бледненько. Рисуйте сначала бледненько, ярче мы отметим потом, чтобы у нас получился более-менее объемный рисунок. Акварелью всегда начинают сначала рисовать бледно и добавляют позже уже оттенки, цвета, которые нам необходимы. Я добавила несколько капель с синего, можно еще синий смешать с черным и тоже очень бледненько разведите с водой, чтобы было бледненько добавить немножечко оттенка. Синий с черным смешаем, будет такой сероватый оттенок, если у нас будет разведено с водой. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я буду закрашивать елочки, но не полностью. Я белый цвет, белый лист пустой оставлю для того, чтобы белый цвет у меня остался. Это у меня будет снег. А зеленым использовать желательно холодный зеленый. Яркий холодный зеленый я буду использовать для того, чтобы закрасить елки. Но смотрите, елочки я закрашиваю не полностью. Я буду закрашивать только верхнюю часть темным цветом, чтобы на кончиках, на самой широкой части у меня остался белый цвет. Это будет снег. Когда вы все сделаете, будет смотреться объемно и сразу вы поймете, что белый цвет это снег. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Сначала я просто наношу яркий зеленый цвет на елочку. Далее я сухой чистой кисточкой убираю лишний цвет. Сухой чистой кисточкой без цвета. Мы убираем лишний цвет, чтобы у нас был плавненький переход от темно-зеленого к белому. Чтобы не сразу была градация темно-зеленый и резко-белый, а чтобы у нас был такой плавненький переход. Видите, я чистой сухой кисточкой убираю лишний зеленый цвет. Убираю совсем чуть-чуть. Делаю так, чтобы у меня был плавный переход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одну елочку мы сделали. Все то же самое делаем с другими елочками. То же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я возьму голубенький цвет и добавлю оттенок на крышу. Крыша у меня снежная и снег я не оставлю просто белым. Я добавлю немножечко голубого оттенка. Но совсем чуть-чуть. Смотрите, цвет, чтобы у вас был бледный, разводите его обязательно с водой. Чтобы у нас получился очень светленький цвет, обязательно акварель разводим с водой. Обязательно. Сейчас я снова чистой сухой кисточкой убираю лишний зеленый цвет, чтобы у меня был плавный переход. То есть делаю все, чтобы у меня был плавный переход. Далее я начну уже закрашивать домик. Домик я буду закрашивать охрой. Цвет охра это светло-коричневый. Он есть в любой краске. Если даже у вас детская акварель, этот цвет у вас тоже есть. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Так мы закрашиваем одну часть домика охрой, полностью чистой охрой. Туда, на эту часть у нас будет попадать свет. Другую часть домика, где у нас два окошка, мы будем смешивать цвет охра с черным, либо с синим. Для того, чтобы у нас цвет получился темнее, потому что у нас все-таки мы рисуем объемный рисунок. Должен быть объем, и соответственно у нас есть часть, которая освещается, и часть, которая в тени. Вот. И для того, чтобы эту тень показать, мы смешиваем охру с черным. У нас получится темнее цвет, и мы закрашиваем таким цветом другую часть домика. И так пока домик у меня сохнет. Я начну закрашивать крышечку от банки. Буду закрашивать тоже охрой, но немножко другим оттенком. Сейчас возьмем крышечку от банки. Возьму зеленый цвет, которым я рисовала елочки, чтобы у меня было все в одном оттенке. Я закрашиваю таким зеленым два листочка, которые у меня на крышке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока у меня листочки сохнут, смотрите, у банки я рисовала ручку. Эту ручку я закрашу тоже охрой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотрите, для того, чтобы сделать какие-то оттенки, я возьму коричневый цвет и немножечко добавлю теневые части в наши ручки от банки. Смотрите, дальше я возьму оттенок. Это светло-коричневый, даже можно сказать оранжево-коричневый такой. морковный, не знаю, да, оттенок. Можно взять, если у вас детская акварель, смешать оранжевый с коричневым. И у вас получится точно такой же цвет. И таким ярким цветом я закрашиваю саму крышку, да, широкую крышку баночки. И пустые места, которые мы рисовали полосочками, да, где мы уже охрой закрасили. Ну, сейчас посмотрите, начинаем закрашивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Крышечку, смотрите, полностью я закрасила. Но для того, чтобы она у меня была более объемная, у нас уже крышка круглая, правильно, я возьму чистой сухой кисточкой, убираю лишний цвет, прям по центру крышечки. Обязательно чистой сухой кисточкой, да. Убираем аккуратненько, так чтобы у нас ничего никуда не утекло, аккуратненько убираем цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С листочкой я тоже решила немножечко убрать цвет, потому что он получился не очень ровный. Там будут еще темные прожилки и светлые прожилки, поэтому я решила немножечко выровнять цвет. Итак, сейчас я буду закрашивать толщинку нашей баночки. Я взяла цвет темно-синий, но он у меня разведен с водой, то есть он бледненький. Мы не рисуем ярким цветом, рисуем бледненьким. Можно взять темно-синий, можно взять фиолетовый, можно синий смешать с фиолетовым, получится такой же оттенок. Либо, если у вас профессиональные краски, то все эти оттенки есть в палитре, их не нужно смешивать. Продолжение следует... Я теперь решила немножечко сделать темнее низ баночки толщинку, и поэтому я смешиваю синий с черным, чтобы у меня получился цвет такой более серее и потемнее. Также я вижу, что у меня на елочке идет неплавный переход от темно-зеленого к белому, поэтому я тоже решила чистой кисточкой. Обязательно смывайте предыдущий цвет с кисточки чистой кисточкой, убираю лишний цвет и делаю плавные переходы. Сейчас я взяла совсем маленькую кисточку и закрашиваю окна. Окна в домике я закрашиваю ярким оранжевым цветом. Смотрите, также немножко бледным-бледным-синим на окнах у меня есть снежочек, который тоже нужно закрасить бледным-бледным-бледным цветом. Теперь я свои зелененькие вот эти листочки буду на них делать прожилки, то есть я беру темно-зеленый цвет, которым, в принципе, я и закрашивала эти листочки, но я их закрашивала. Этот цвет был разведен с водой, он был бледненький, а теперь я беру насыщенный яркий цвет без воды, то есть чтобы он был прям насыщенный. И закрашиваю пустые места, прожилки оставляю цветом, который был предыдущий, а пустые места между прожилками я закрашиваю темным. Получится, что листочек будет темный, а прожилки будут светлые. Другой листочек я буду делать наоборот, я цвет такой оставлю и прожилки нарисую просто яркой краской, то есть они будут темненькие, то есть все будет наоборот. Сейчас я добавляю еще раз, прохожусь по крыше синим цветом, либо голубым, обязательно бледным, да, то есть мы на один слой добавляем второй, и у нас получается слой ярче, но обязательно должна быть краска бледная, разведенная с водой, обязательно. Лучше нанести 5 слоев краски, разведенной с водой, да, бледной, чем один раз закрасить и у вас будет некрасиво. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, бантик это как просто веревочка, я закрашиваю ее коричневым цветом. Далее я возьму темно-коричневый и сделаю еще некоторые места, которые у меня попадают в тень, то есть тень сделаю темно-темно-коричневым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотрите, цветом, которым я рисовала елочки, я решила тоненькой-тоненькой маленькой кисточкой их обвести. И мы вот так вот аккуратненько обводим по нашему карандашику зеленым цветом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше, смотрите, можно серо-черный развести с водой. Получится у нас такой серенький цвет. И мы делаем полосочки для того, чтобы домик разбить. На деревяшки То есть цвет должен быть очень бледный Сейчас я добавлю оттенки, которые использовала. Это синие, фиолетовые, серые на пустые места. Пустые места банки для того, чтобы было понятно, что у нас все находится в баночке. У нас она не просто прозрачная, а должен быть оттенок банки все-таки присутствовать. Поэтому в произвольном порядке я просто добавляю полосочки, точки оттенка нашей банки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и последний этап... Я возьму простую белую гуашь... Тоненькой кисточкой добавлю светлые места... Ну, белым цветом, тоненько добавляю для того, чтобы высветлить... Продолжение следует... 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 Ну и последний этап, я просто белым цветом ставлю точечки, это у меня будут такие снежинки, то есть идет снег, и все такое снежное, зимнее, красивое, находится в банке. Вот такой рисунок получился сегодня, у вас на него уйдет по времени, наверное, час, видео длинное, если вы садитесь смотреть, обязательно садитесь не просто так смотреть, а рисовать. И спасибо всем за просмотр, за то, что вы посмотрели это видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, нравится вам такого плана рисунки, не нравится ли вы больше хотите просто пейзаж.